Всем привет! Многие, наверное, в курсе, что в начале 2017 года куклы Monster High и Ever After подскочили в цене, а прилавки американских детских магазинов с брендами Motel просто опустили. Мировую экономику лихорадят, и мир кукол не стоит в стороне. И вы спросите, а почему? Тенденции рынка кукол я расскажу вам в следующей части моего обзора Чопачом 2. А сегодня, вкратце, я на пальцах объясню вам, в чем причина. Многие знают, что с 2000 года куклы Motel не собираются в Америке, а точнее, собираются там, где, по мнению производителя, то есть Motel, рабочая сила дешевле. Выводя производство в другие регионы мира, любой производитель создает новые рабочие места в тех странах, где производство не развивает экономику своего государства. В данном случае Америки. Еще производитель избегает в своей родной стране ставки налогообложения в 35% и держит за рубежом триллионы долларов, которые, сами понимаете, работают на те страны, где эти деньги вложены в производство. Вот и новый президент США господин Трамп, как и обещал в своей предвыборной программе возродить Америку, делает первые шаги в направлении возвращения производства на родину. Он просто ввел 45% пошлину, ну, то есть плату на все возимые товары, произведенные за пределами Соединенных Штатов Америки. И согласитесь, что Китай и Индонезия тут не исключение. Ну, а учитывая, что из всего ассортиментного ряда более половины видов кукол была создана исключительно для американского рынка, то можно с уверенностью сказать, что поднятие цен всеми продавцами Америки однозначно бумерангом отразится на всем рынке кукол Монстр Хай и Эвер Афта. И особенно кукол, доступ к которым и так был нелегок в нашей стране. Конечно, все бесшарнирные и многие бюджетные куклы как валялись, так и продолжают валяться на полках по 5-10 баксов. А вот куколки не перевыпуски в достойных упаковках, красочных нарядах с полным комплектом аксессуаров, это становится недосягаемой роскошью. И куклы-мальчики, конечно, не исключение. О них и пойдет сегодня речь. И первый пацан это Финниган Уэйк. Этот персонаж во всей линейке Монстр Хай представлен всего в единичном экземпляре в серии Монстр Экчендж. Несмотря на то, что выпуск персонажа уже закончен, он проявляет чудеса виртуозного гонщика на скоростной трассе. Цена на него то резко взлетает вверх до 50-60 долларов, то откатывается до первоначальных 25 долларов. Создается впечатление, что кто-то принудительно на складах придерживает куклу и тем самым влияет на ценообразование. Было время, когда двойной сет «Любовь вскориже» с Гарретом Дюрок и Рошель Гойл заваливал все детские магазины России по цене примерно в 2000 рублей. Точнее, это были выпуски, которые официальный представитель Мотелла Раша поставил в Россию. Набор продавался относительно вяло, но за год все же Россия взяла непомерную планку и одолела этот сет. Он таки закончился. Однако в Америке это был эксклюзив сети детских магазинов «Тойзерас». Набор был относительно редким. И хотя цена двойника колебалась не выше 30 долларов, купить его в Штатах через полгода после даты релиза стало почти невозможно. Сейчас цена на двойник в Америке от 40 долларов и выше. Хочу напомнить, что Гаррет единственный персонаж во всей линейке кукол Монстр Хай. И он с каждым днем все больше переходит из ранга желанных хотелок в статус недосягаемых мечталок. Самым первым из всех гилов Уэбера был «Скул Шорс». И из цены в 15 баксов он нарос до 200-300 всего за два года своего существования. Этот факт, наверное, обусловлен маленьким тиражом выпуска. Ведь ни для кого не секрет, что при выпуске куколок далеко не все девочки хотят покупать кукол мальчиков. Особенно если девочке-покупательнице 5-7 лет. Поэтому в начале карьеры Монстр Хай, видимо, Мотел решил ограничить выпуск данного героя. Да и сам по себе факт молодого человека со скафандром дает о себе знать. И вдобавок рыбы сделали свое черное дело. Все коробочки с гилом либо просто лежат и тухнут как консервы, либо после окончания официальных выпусков взлетают до невиданных высот. Из всех пяти гилов самым доступным является Шрикт Фрэкт и игровой набор Уилл Лав – Крутящая Любовь, где он вместе с Лагуной. Самым мальчишским является набор Сьюсом Гаргоном – Монстеры. Самым рейтинговым по критерию Цена-Количество – Пятерной набор – Дэнс Класс. И самым редким и коллекционным гилом в сланцах и со свистком хотелось сказать в одном месте – остается Скул Шорс – Берега Черепа. Да, хочу подчеркнуть, что если вы хотите владеть данным персонажем, то сейчас тот самый момент, когда стоит задуматься – выберите своего. Относительная стабильность проявили три Дьюса. Это с Корижный Дьюс, Дьюс из Дауна в Зе Дэнс – фиолетовой коробочке и базовый набор с Клео Де Нил. Последний двойник даже чуть упал в цене. Год назад он был в среднем по 200 долларов, а сейчас его можно купить даже за 140 в Америке. Дьюс Гул Салайф в целом поднялся на тот процент, на который господин Трамп увеличил пошлину на импорт товара из третьих стран в Америку. Набор «Буйорк Буйорк» пока стабильно низкий, если можно так выразиться. Хотя надолго ли? Ну а лидером по скачкам оказался новый Дьюс Гаргон из серии «Welcome to Monster High». Кстати, где он? Ну, наверное, ускакал. В Америке он эксклюзив магазина Walmart. Из цены в 15 баксов он, как температура, резко подскочил в два раза. Поэтому на конец марта 2017 года, менее чем за 25-27 зеленых, его в Штатах почти не найти. Во всей линейке Monster High этот персонаж проявил себя не так оптимистично, как того, наверное, желал бы Маттелл. Было выпущено 4 куклы Джексона Джекила и 2 Хольта Хайда. Напишите в комментарии, какого Джексона Джекила не хватает. Базовые версии этого героя выпущены аж в 2011 году. Сейчас их нет на прилавках магазинов, и они растворились в руках коллекционеров, что и обуславливает их высокую цену. На начало 2017 года нами замечена тенденция активной покупки двойного сета с Фрэнки Штейн. Несмотря на то, что сама Фрэнки выпущена почти в 40 видах в линейке Monster High и не сильно востребована среди фанатов, как герой в различных модификациях, этот набор набирает обороты, так как сочетает в себе критерии цена-количество. Персонажи Джексон Джекилл Глум Бич и Хольт Хайт Свим Лайн вообще растворились для российского пользователя как личности, так как, скорее всего, те, кто сейчас смотрит Monster High в 2011 году вообще не знали о существовании бренда, собственно, как и я. Однако куколки эти супер-дупер эксклюзивы, и их цены как дрожжевые булочки в печи. В общем, если вы коллекционер, то советую задуматься, пока не поздняк метаться. Самым первым хизом стал Хиз Бернс Класс Рум в двойном наборе с Эбби Бумин Эйпл. Считаю его также недооцененным Monster High лаверами. Однако после трамповских санкций в отношении экспорта в Америку набор в цене взлетел в два раза, что, собственно, не сделало его недосягаемым по цене. Но его охотнее стали брать, что называется туркнуло. Нежелающие брать две куклы довольствуются Хизом из бюджетной серии Гул Фейер. Хотя цена на последнего не сильно отличается от двойного пэка. 28 долларов. Среди Клодов самый неожиданный подъем показал Клод Вульф с Карнивал. Его цена зарегистрирована в 65 баксов. Это очень стремительный подъем, учитывая, что это бюджетная куколка. И совсем недавно этот мальчик стоил 15 долларов. Неожиданный поворот судьбы и настиг четверной набор семейки Вульф. Где Клод Вульф также представлен в подтяжках и шлепанцах. Коллекция A Pack of Trouble. Цена стала нехилой. 140 зеленых. Относительную стабильность проявили всего два набора. Клод Вульф и Дракулаура. Из базового сета второй волны. Скулз Аут и Суит 1600. Они не сильно отреагировали на скачки. И их цены почти неизменны. Эксклюзивным набором Music Festival с Дракулаурой многие пытаются компенсировать свои нехватки в данном персонаже. Поэтому его цена также приподнялась почти в два раза. Самым недооцененным персонажем среди монстряшек остается Сломо Мортович. Скорее всего, дети не понимают, как можно играть с дебилоидом. Хотя, если задуматься, то в наборе Мы Монстр Хай Сломо является президентом Бестелесного Совета. Ну и как можно догадаться, что если его избрали на такой пост, то он этого заслуживает. Наверное. Или же все с точностью наоборот. В любом случае, избиратели достойны своих избранников. И, кстати, данный набор самый достойный по критерию цена-количество. Даже в России все пять персонажей по цене почти в 5-6 тысяч рублей. Это ж почти по тысяче за штуку. Да еще и вдобавок, эксклюзивная мадмуазель Гильда Голстек. Ну а посмотрите на эксклюзивных Гулию и Сломо из серии «Любовь не умирает». Это просто чудо. Не иметь таких в своем арсенале – это большая ошибка. А если вы коллекционер, то вдвойне. Особое оживление и интерес за последнее время проявили два персонажа. Это Нейтан Ротт и Портер Гайз. Очень странный рывок. Скорее всего, это связано с отсутствием более бюджетных мальчиков в линейке МХ. И ими пытаются компенсировать возросший интерес куклам-пацанам при отсутствии на начало 2017 года героев-персонажей мальчиков. Надо отметить, что оба пацана выпущены в единичной версии. То есть Нейтан Ротт участвовал в полнометражном мульте о фриках и их безумных сплавах. А Портер Гайз – в мульте «Плененные призраками» или «Призрачном». Каждый по-своему хорош, и выпуск их уже закончен. Хотя цены на них остаются пока еще очень сладенькими. И если вы задумаетесь о их приобретении, то не стоит тратить время. Ищите своего! Особняком стоят 4 эксклюзивных выпуска. Тут не хватает двойного Пека, Робаки и Хоксикай Стима. Все эти куколки с Комикона и Сан-Диего. Каждый из двойных наборов всегда был и остается желанной хотелкой и мечталкой любого монстр-хайлайвера. Цена на данные сеты зависит от древности выпуска. Чем старее, тем дороже. Упомяну также, что куклы-мальчики уникальны и выпущены на настоящий момент, на начало 2017 года, только в данных комплектациях. Почему они такие дорогие? Смотрите тут на канале в моем обзоре «Че почем». Самым желанным мальчиком в семействе монстров в последние дни стал инвизибильный из серии Skyermaster. Страшный семестр. Совсем недавно он был чуть дороже, чем 20 долларов. А сейчас меньше, чем за 35 зеленых его не найти. Во Франции и Италии он от 50 евро и выше. Инвизибиль из спиртерного сета «Молл Монстристос» не настолько востребован, хотя это обусловлено, скорее всего, эксклюзивностью выпуска данного пэка. Он выпущен ограниченным тиражом и только для определенных магазинов. Не буду напоминать, но оба выпуска уже сняты с производства, и на руках у людей остаются только единичные экземпляры. В заключении хочу сказать, что если вы хотите сделать свой выбор в пользу того или иного кавалера, то не откладывайте. И главное, всегда помните, что куклы самых первых партий и выпусков будут всегда лучше и дороже товарных остатков, в которых и недокрас, и кривые молды, и усеченные версии аксессуаров, и отсутствие подставок. А хуже всего какой-либо брак, который многие американские юзеры втюливают через ebay. О том, как отличаются такие куклы, смотрите в прошлых, а также новых видео на нашем канале. Больше мне сказать нечего. Прощаюсь с вами, но ненадолго. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. С вами была ваша Алиса. Be cool and crazy. До новых видео. Пока-пока.